Снег не стихает. Вот уже сутки в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Службы МЧС предупредили об обрушении на Самарской области в юге шторма и гололеда одновременно. Местами уже наблюдается усиление ветра до 20 метров в секунду и снижение видимости до 500 метров. Такая погода крайне опасна, особенно за городом, на трассах. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок. В четверг 3 февраля в Самарской области введено ограничение движения на федеральной трассе М5 «Урал». В опасную зону попали 39 километров. Ограничения для движения грузовых и маршрутных транспортных средств действуют на участке с 93-го по 132-й километр федеральной трассы М5 «Урал». На участке подъезда к городу Оренбургу со стороны Самарской области. Временная мера начала действовать с 7 утра. Чуть позже были перекрыты еще два участка от Радной Первомайский с 6 по 17 километр в микрорайоне Кенель-Черкасский и Тошелка-Тольятти-Димитровград с нулевого по 24 километра в микрорайоне Ставропольский. МЧС было принято решение о ограничении движения по ряду дорог. В том числе принято решение об ограничении движения автотранспорта по дорогам областного значения в ряде районов и принято решение об ограничении движения на дорогах федерального значения. Это в первую очередь М5 «Урал» на участке от городского округа Сызрань до городского округа Тольятти. И также принято решение об ограничении движения по дороге подъезда от М5 к городскому округу Оренбург до границ Оренбургской области. В этот непростой период все муниципальные службы региона должны работать в круглосуточном режиме. Нужно не допустить скопление больше грузов на трассах, которые могут затруднить и без того непростое движение. На протяжении всех областных дорог должны быть размещены специальные пункты обогрева, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Нужно быть готовыми оказать помощь людям в размещении и питании. И самое важное – должна быть полная координация на дорогах по всей территории области. Федеральные областные трассы должны быть расчищены, нужно обеспечить доступ к каждому населенному пункту. Исполняющий обязанности главы Красноармейского района рассказал, что всю ночь местные дорожные службы боролись за расчистку отрезков федеральной трассы Самара-Волгоград-Красноармейск-Пестравка. Движение там не прекращается, но в итоге не успели расчистить въезды в несколько местных деревень и попросили помощи у центра. По Красноармейскому району концентрируйте усилия. Если у вас информация затруднена у исполняющего обязанности главы района, что полностью закрыт населенный пункт, ему на месте, конечно, ситуация более понятна. Поэтому максимально помогайте, справляйте ситуации. Все населенные пункты должны быть, естественно, доступны. О ситуации в областной столице доложил первый вице-мэр Владимир Василенко. На что обращаем внимание? В первую очередь это стационары, где находятся больные, и подвод кислорода. Это береговая шесть, откуда едет. В рабочем режиме, или, как говорят, в ручном режиме работаем с Министерством здравоохранения, там, где необходимо чистить, даже на территориях больниц, обеспечить заезды карет скорой помощи. И также во взаимодействии с Министерством транспорта обеспечить на сегодняшний день, где сформированы валы, все въезды квартала для того, чтобы было обеспечено подъездом каретам скорой помощи, и на случай, если в форт-мажора, это заехали туда пожарная техника. По словам первого вице-мэра, городские улицы областного значения поддерживаются в рабочем состоянии на всю ширину. На дорогах муниципального значения ведутся работы по расширению, там, где проезд был ограничен. Нет ни одного автобусного или трамвайного маршрута, который был бы из-за непогоды отменен. Губернатор подчеркнул, что особое внимание нужно уделить расчистке остановок, а также контейнерным площадкам. Снегопад не должен помешать своевременному вывозу мусора. Непростые погодные условия, высокие температуры, обильные осадки. Надо разъяснительную работу вести с людьми, организовывать работу и по расчистке территорий. Привлекайте дополнительную технику, предприятия, учреждения для того, чтобы с задачей справиться. Коллеги, здесь синхронизация. Нужна работы дворников, управляющих компаний, компаний, которые вывозят отходы, обеспечьте эту синхронизацию. Не допускайте складирования отходов сверхнормативных сроков. Максимальные усилия на этом сконцентрируйте. За минувшие сутки в Самаре, Тольятти и Клявлино выпало рекордное количество осадков – 8 мм. Значительные осадки наблюдаются во всех муниципалитетах области. Но это не должно послужить причиной транспортного коллапса, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Только совместные круглосуточные усилия всех служб позволят расчистить регион от снега. Пока расслабляться рано, в ночь на пятницу синоптики также обещают мокрый снег. Виктория Шарая, События.